всем привет нашим любимым зрителям мы случайно попавшим на наш канал рекомендуем вам подписаться поставить лайк лайк это для нас все чем гуляем сегодня погодка испортилась холодно очень холодно вообще в одном этом пути ходит но очень холодно там очень не знаю надолго ли мы вышли такое вчера нагулялись ну вы видели отличная прогулка мы довольны сейчас думаем какой бы нам еще городок съездить пока что в размышлениях не знаю может вы что-то посоветуете чтоб так не сильно далеко у нас земля северный рейн-вестфалия я уверена что и здесь наши земли есть тоже очень много классных мест почему обратно как-то так ребятки на футбольное поле вообще у меня такое же возле дома но я показывала вам когда мы были в харькове классах в общем из новостей ничего проверяем почтовый ящик писем нет терминов пока нет мы в ожидании когда там будет следующий термин поводу курсов и пока у нас есть свободное время мы конечно же пытаемся его как-то проводить с пользой поэтому вот опять же говорю в размышлениях куда бы нам съездить прохладно вроде как говорят что это лето будет прошлое по моему было жарко да не знаю постоянно мысли что хочется домой 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 уже не могу вообще справляться с этими состояниями она тяжело это все слышит и сама понимаешь морально тяжело это ну пока этого не было каждый беседы проводим с ними я общаюсь с вами общаться с родителями нет и все дождь уже начинает идти короче наверное пойдем мы с тобой об этом может что ты будешь учиться что может еще расскажешь в среде интересненько а ты ничего не путь ставил я же говорю пойдем потом да расскажу что ты будешь говоришь потому что у меня нет ну кстати да ты замечаешь по вечерям как я начинаю чихать по раз десять начинает чихать за минуту я могу за раз зимой такого не было но прошло вот это в апреле началось 5 но вот тут слава богу я дышу нет вот чего было четыре месяца подряд ну вот еще не дай бог что это было я до сих пор не пойму таки никто и таки не сказал аллергия может все таки может на пыль у нас пыль очень быстро садится на меня убирала видела сколько пыли очень быстро каждый день мы делаем влажную уборку и полы да и вот буквально на следующий день моментально очень много пыли садится на диван на тумбочки на подоконник потому что у нас выходит выходят окна на сторону дороги если бы у нас окна выходили бы например на сторону каких-нибудь деревьев такого бы не было до дорога все дороги идет вообще девочки готовим шоколадную шарлотку для этого нам понадобится 4 яблока как видите я уже нарезала такими дольками маленькими дальше нам понадобится сахар здесь у меня 200 грамм сахара 130 грамм муки и 30 грамм какао и еще 4 яйца так что ж будем готовить начинаем здесь у меня 4 яйца теперь я добавляю 200 грамм сахара все добавили сахарного на вкус если хотите можете добавить вольные ванильный сахар тоже добавлю его и дальше берем венчик и все это хорошенько так перемешиваем до пышности вот я буду мешать мешать и покажу вам на какой консистенции она должна вообще она должна быть так сейчас я сделаю покажу вам не забудьте если вы хотите добавить ванильный сахар все сейчас девочки если у вас есть миксер то быстрее конечно миксером сделай для такой пышной массы у меня венчик поэтому у меня это где-то 8-10 минут а так 5 минут так что должна быть у вас такая пышная масса продолжаем после того как вы взбили яйца с сахаром мы постепенно добавляем какао вот так просеиваем до так степенного видно что на и муку идите пытаюсь аккуратно так сделать тяжело снимать и готовить поэтому не судим строго потому что одной рукой снимаю второй готовлю после этого сейчас добавляем муку сейчас покажем так все какао все вот это мы убираем вот здесь у нас 30 грамм какао и сейчас будем тоже просеивать вот у нас мука мы ничего не перемешивали мы теперь тоже просеиваем муку так аккуратненько пытаемся просеивать 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 а потом аккуратненько лопаткой будем это все перемешивать добавлю это все так муки не забывайте же сказала до 130 грамм муки сейчас вот это все просеивать и будем перемешивать и включимся лопатки под рукой у меня не оказалось поэтому я беру ложечку и это все хорошо перемешиваем одно направление можете видеть так аккуратненько перемешиваем все хорошо покажу уже когда все перемешаю покажу вам вы должно быть тесто опа вот такая у нас вот такое тесто да получается у нас видите перемешиваем перемешиваем густенькая такая хорошенькая тоже получится дальше что мы делаем дальше мы уже ставим духовку разогреваться на 180 градусов и берем форму сейчас я вам все покажу какая должна вообще быть по идее должна быть круглая форма но так как у меня под рукой ее нет я взяла вот такую форму застелила пергаментом и теперь вру кусочек масла и здесь все так хорошенько и будем потом добавлять тесто наше немножко масла так дальше добавляем яблочки вот так внутрь прям нужно так пальчиком мне кажется даже тут два яблока хватит переборщила наверно сказала три-четыре надо два хватит и глаз вот так сила внутри вот так укладываем вот так вот еще нужно такая красота у нас получилось такой маленький кусочек сюда может такой маленький выбрать вот так вот такая воля красота отправляем духовку отправляем теперь нашу шарлотку в духовку 180 градусов на 50 минут вот такая красота у нас до и увидим что получится после это кстати мой первый пирог потому что шарлотку я никогда не готовила нашла такой простой рецепт без молока без чего-либо захотелось что-то необычного так что вот кому интересно готовьте с любою со мной все отправляем девочки готовим шоколадную глазурь для этого нам понадобится 5 столовых ложек сахара вот я уже насыпала и две с половиной тоже столовых ложек какао я вот и вот так делаю рассеиваю сахару дальше дальше когда вы добавили какао нам понадобится молоко 7 столовых ложек молока добавляем по жестам что когда добавили молоко это все перемешиваем когда я перемешиваю я вам покажу что какая-то цистенция должна быть неудобно просто снимать мешать поэтому перемешиваем хорошенько ложку не могу положить все видите все я перемешала вот ставим теперь на плитку на большом огне вот так перемешиваем до кипения а потом уменьшаем на маленький огонь замеет мешаем мешаем до кипения потом даже маленький огонь ставим до кипения вот перемешиваем и ставим на маленький огонь я убрала смотрите вот такая консистенция должна подключиться добавляем теперь кусочек масла потом все это перемешиваем вот я перемешала масло добавила хорошо видно да густенькая она получилась когда уже масло добавлять все теперь ждем пирог остынет это глазурь остынет и будем покрывать наш очень вкусно получилось я попробую очень вкусно для торта можно для пирогов самое то все будем покрывать и а вам покажу как у нас все получился пирог так вот такая же лодка у нас получилось 55 минут прошло я ее достала сейчас она немножко остынет и будем покрывать наши глазурью вот глазурь ожидает что пирог на ура получился попробовала вот здесь видите по палочку так протыкала чтобы понять готов пирог или нет готов так что все будем как остынет покрывать нашей глазурью все смотрите как шикарно вкусно аня попробовала глазурью как вкусно сейчас остынет разрежу будем пробовать готовки